Перовский суд Москвы передали уголовное дело, фигурантами которого стали 13 мигрантов из Узбекистана. Их обвиняют в производстве поддельного алкоголя. Под видом спиртного продавали смесь из антисептика и воды. Изъято 14 тысяч бутылок. Массу нарушений находят и в магазинах. Это и продажа спиртного с фальшивыми акцизными марками, и торговля алкоголем по ночам. Результаты нового рейда у Александра Афанасьевой. Небольшой продуктовый магазин в Ясеневе в круглосуточном режиме. Здесь доступны в первую очередь напитки, покрепче, до 40 градусов. Весь алкоголь контрафактный, это сотни бутылок. Акцизная марка является поддельной. Видите, ГОС не является федеральной акцизной маркой, написано. По внешним признакам она у нас как ксерокопия идёт. Владелец магазина зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а не юридическое лицо. Поэтому по закону не может продавать спиртное. Исключение пиво, сидр и медовуха. Так как эти слабоалкогольные напитки не требуют акцизной марки. Но местному предпринимателю всё ни по чём. Алкогольная продукция здесь содержит признаки контрафакта. Мы проверили через программу специальную. Она не проходит через ЕГАИС. Соответственно, она не налогооблагаемая. Она никак не участвует в товарообороте в Российской Федерации. Палёный алкоголь смертельно опасен. В любое время даже несовершеннолетним продавали здесь контрафактное спиртное. Последствия могли быть необратимы. А вы не знаете, чем вы торгуете? Нет. Я думаю, что добросовестная продукция. Поводом для проверки торговой точки стали многочисленные жалобы местных жителей. Рядом школа, а сам магазин прилегает к детской студии танцев. Но продажа алкоголя не прекращалась. Это также нарушение закона. Прошу приехать на Вильнюсскую улицу, 5, корпус 2. Полицию вызывали 40 минут назад. До сих пор нет ещё. Так, торговля алкоголем каким? Крепким алкоголем, без лицензии. Без лицензии, без кассового аппарата, вблизи детских учреждений. А под прилавком в магазине держали огнестрельное оружие и дубинку. Видимо, весомый аргумент. Если потребитель недоволен, полиция оружие изъяла. Что это такое? Огнестрель, игрушка это. Это вы от кого защищаете? За распространение контрафакта недобросовестному предпринимателю теперь грозит уголовная ответственность. Вы знаете, что вы траете людей? А вы имеете право туда заходить? Смотрите, как этикетка наклеена. Вообще неровно. Просто они где-то в подвале это всё наклеивали. А это уже центр Москвы. Калужская площадь. Магазин всё с той же вывеской. Продукты 24. Круглосуточно не только еда, но и алкоголь. На этих кадрах видно, как кассир уже после 11 вечера продаёт спиртное. Охранник заботливо складывает бутылки в пакет и даже провожает до выхода. А вы всем так продаёте алкоголь после 11 часов? Я вообще не знаю. Не знаю? Нет, первого свежего в жизни. Чтобы обойти систему ЕГАИС и продать спиртное ночью, продавцы не пробивают чеки. Отклеивают акцизные марки и сканируют их только на утро. Почему вы приняли чек? Все вопросы к администрации. Магазина. Ну вот вы как продавец, кассир. Ну вот так вот. Я не посчитала нужным. Я не посчитала нужным выдавать вам чек. Магазину придётся выплатить штраф до 500 тысяч рублей. А всё алкогольную продукцию конфискуют. Если закон нарушат снова, возбудят уголовное дело. Александра Афанасьева, Екатерина Черушева, Вести. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok